А вот самые дружные и веселые соревнования, городская спартакиада семейных команд, наоборот, завершились. В этом году в ней приняли участие 10 семей. Напомню, что семейная спартакиада в Лабытнангах проводилась уже в седьмой раз. Состоит из пяти соревновательных видов. Настольного тенниса, дартса, прыжков в длину, шашек и эстафеты. Именно последний вид состязаний сыграл решающую роль в определении победителя. Кто оказался самым быстрым, узнаем из следующего сюжета. Семейные состязания продлились целую неделю. За это время семьи показали свою спортивную подготовку, командный дух и здоровую конкуренцию, которая только способствовала укреплению семей. Это именно настроенный здоровый образ жизни. Это именно отбор для участия в окружных соревнованиях. Это просто влачение семьи. Это просто повышение института семьи. Юрий Бутаков накануне участвовал в соревнованиях и получил травму, поэтому не смог принять участие в эстафете. Супруге пришлось бежать и за себя, и за него. Несмотря на эти сложности, вот такого заняли первое место среди команд с девочками. Папа у нас, к сожалению, вчера выложился на элите, что сегодня он не смог прийти, но ничего страшного. Ну, вообще вспомнила свое спортивное прошлое. Раньше бегала на большие дистанции. Конечно, тяжело без подготовки, если бы это было в системе, пробежали бы лучше. Ну, в общем, все равно рады, что мы поучаствовали, что не стали пропускать эстафету. Ильченко заняли второе место среди команд с мальчиками. Они являются опытными участниками. Семья не раз становилась призером в городских соревнованиях. А в прошлом году Ильченко защищали честь города на округе. Поэтому организаторы предложили им вновь представить лабытнанги на окружных соревнованиях. По большому счету бегом мы не занимаемся конкретно. Мы просто занимаемся любительским спортом, всегда участвуем в соревнованиях. Еременко в семейной спартакиаде новички. Несмотря на то, что первый блин был комом, они не заняли призового места. Остались довольны участием и общением с семьями. Для нас последний этап соревнований оказался самым сложным. Потому что мы не занимались бегом легкоатлетическим. Но все равно было очень интересно. Нам понравились соревнования. Попробовали себя, свои силы. Поняли, что надо все-таки больше времени уделять спорту. В финал вышли самые спортивные, сплоченные, дружные команды. Но все, без исключения участники, весело и интересно провели время. Теперь они планируют встретиться ровно через год на следующей семейной спартакиаде. Альмира Галимова, Григорий Волков. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова